Первый раз в жизни я вот на этой раскатной части, там впереди море. Червь! Класс! Дерни его прям. Он кричит. Говорит, возьмите меня на балык, я хорош. Вот такой вот худенький судачок. Смотри, как работает, паноптикаст. А сегодня в районе 8 егерь Андрей покажет нам, как проехать к еще одним интересным местам, к которым мы так не смогли проехать. Пацак? Судя по всему, надо. Кто там? Жабенок? Пац! Пац! Андрей, как и обещал, провел нас по мелякам, и мы начали изучать для себя новую акваторию. Сменили несколько постановок, и вот, наконец-то, случилась первая классная поклевка жериха. Да. Причем вот именно в низах. Да, наверное, жерих. Хорошая поклевинка. У меня каждый раз выключалась камера, я включаю, вроде начинается воспроизведение, бам, бам, вырубается. Эх, блин, шершавый-то какой, класс. Блин, я даже в варежки-пиявки. Не такой большой. Держи, держи. Не крупный? Подсак? Да не. Так возьмешь? У меня он тоже сначала шел более-менее. Есть. Зато жерих. Жук-балычник. Огонь. 3,10. 3,10. Даже мельче. Там по четверку были. Оп. Давай, блядь, конечно. Блядь. Порвал? А мне нечем больше ловить. Нужно нижнее колено. Ну, конечно, не до ломано, но толку-то от этого. А что, вот по ней сейчас стукнет она нам. А я вот уже сейчас натяжка чуть-чуть. Чуть-чуть, вон там, по кончику-то. Класс. Красавец. Что я, блин, вечно что-нибудь ломанул-то, а? Ломанул палку. Как это произошло? Я закинул, веду проводку, зацепился. Дальше у доктора Скана поклевка. Он прет жерехом, мне ему надо помогать, а у меня зацеп. Я удочку кладу вот сюда. Уточка была откинута. Я, значит, все ему помогаю. Все супер. Дальше ее беру. Начинаю вынимать. Прижимаю. Буквально чуть-чуть прижимаю. Быстрее, быстрее, быстрее вынимать. Она пошла трещина. Соответственно, если нагрузку давать, она доломается. Вот так вот. Волга гейм была. Волги гейм нету. По крайней мере, нижнее колено придется докупать. Починка такая будет слишком дорого. Стоит тем более на таких палках до 70 грамм, где можно взять трофеи с помощью которых. И бессмысленно будет слабое звено, все равно заманяться в этом месте потом. Согласен. А сейчас мы перекусим. Сегодня у нас на обед вилки, что важно. Вот колбасочка у нас такая вот литовская. Сырок, батончик, ветчина. В общем, чуть лучше, чем французская кухня. Приятного нам аппетита. Ну вот мы покушали, а в связи с поломкой выдал мне доктор Скан свой комплект. Эксилончик до 70 грамм с риоби, катушечкой 4000. Эксия, да, она называется? Вот, ловлю на мясо, потому что с собой у меня только щучья палка, только инстинкт с огромным мультом. Кидать 20 грамм это вообще будет абсурд. До 120 грамм палка. А вон уже травка растет, зелененькая, достаточно высокая, кстати. Камышек пожгли. Оп, ай, отвалился. Клюет сазан, клюет забок. Нормально такие чешуины-то. Ветер прям теплый. Если вчера ветер был прям холодный, ощущалось холодно, то сейчас он прям теплый. Только это не упусти его. Давай аккуратненько. У доктора Скана чего-то клюнуло. Эх ты, эх ты, эх ты, эх ты, эх ты. Ни хрена, я это, я выматываю, я просто охреневаю. Подожди. Стартует-то куда? Это вообще кто? За хвост. Эх ты, слушка, хорошо. Выматывает-то, ё-моё. На дно это, на поторе к нему подходить. Охренеть. А у меня затянут. Да я понял. Неху-то дальше. Шок-контент. Нормальная лопата такая. Устанет. Кто из вас? Он. Он устанет, думаешь? Я уже устал. Такого можно взять, кстати. Если достанем. Такой вроде это. Мордатенький, давай я подсак притащу. А, ты его без подсака возьмешь? Руками за глаз. Нормальный такой этот петруша. Аккуратненько, кто сейчас наволняет. Есть. Дома. Таких я не видел, что в живую. Давай опять. Взяли. Правда не хотели, но взяли. Смотри, за этот. За хвост. Давай доставай, я подержу. Чтобы удобнее было. Хотя ни хрена не будет, наверное, удобно. Взгляд, смотри, осознанный. Да. У таких рыбин. Куралка. Корпуша. У него уже глаза-то да. Человечье. Сколько в нем? 7? 7 с копейками. 7,2. 7,2 ровно. Ну что, взяли и отпустили. Торпедообразная рыба. Ну что, док, приятно повозился? Ну так, значительно. Если бы до конца было непонятно, что это такое, то понятно. Было бы веселее, да. Продолжаем ловить жереха. Нужен ли нам лечь? Зачем он? Не знаю. Вроде за шкуру только. Ну так, конечно, накрутил чуть-чуть. Слушай, что-то тут много шушера стало какой-то. Надо искать, наверное, что-то другое. Другие какие-то места. Меняем места, меняем постановки. И места-то интересные. Но поклевок пока нет. Вот такая вот выжженная земля. Все погорело. Деревья набугленные лежат. Видимо, рослища. Там дальше, наверное, не очень будет видно. Не смогу показать. Там вот выше тоже деревья обгорелые. Вон норки какие-то. Кто-то там, видимо, жил. Тоже погорело. В общем, жесть. Что, поедем дальше? Надо возвращаться. Возвращаться? Долавливать. Сам, где что-то было, там, что я не вычисли. Не палимся. Вот, еще один жерешок поймался. Нормальный. Сойдет. Сойдет, в смысле, нам подходит. Слушай, вот этот, кажется, даже это получше, потому что прям тяжелый. Мне кажется, задвушник точно. Под трешку, да. Я тоже так думаю. Вот какие-то иероглифы показывает. А до этого ЛБ показывал. Я уж и долго держал. Несколькими нажатиями пробовал. Ну, не может здесь быть, там, вот, ну, полтора. Или 1,6. Честно? Не очень верю, что он 2. Нет, 20 нормально. Ты их положи куда-нибудь лучше, чтобы не было. Швисы очень удобные, в том смысле, что они компактные. До 25 килограмм. Было бы здорово, если бы заело. Да, да, да. Заело, похоже. Да, жерех хороший. Подсак нужен? Слушай, заклевал, жерех. Да. Не, даже побольше, по-моему. Да, какой мордатый, смотри. Е-бой. Пиявок половина веса. И немножко сейчас надо будет варежку показать его. Насколько заел. Вот. Сейчас корректней. Жерех, да и. Не зря мы сегодня у него решили поупираться. А больше не в чего. Самое логичное решение. Мы перевыполнили план. Судак! Е-бой! Слушай, этого... Эх ты, пиявок-то. Что тут детки стоят? Слушай, этого придется взять. Я ему глаз пробил. Ну и чего? Мне кажется, без глаза ему будет фигово. Дедя, я имею ввиду даже без иронии. У нас немного судаков. Мы же все отдавали. А мне сейчас мама написала, что мне, говорит, давай рыбки-то привези. Я говорю, тебе же не надо. Говорит, благородной надо. Я говорю, у меня нет благородной. Она говорит, в каком меньше костей? В судаке. Значит, судака. Значит, надо несколько штучек привезти. Ну, мне много в любом случае не надо. Там до пяти, наверное, мне надо будет. Ну, я тоже как-то, как-то, что-то, блядь. Брикадельце попробуй. Тебе, Володя, рассказал как? Ну, я думаю, расскажет. Субтитры сделал DimaTorzok Утро следующего дня. Вернулись мы на ту же точку, где неплохо половили вчера жериха. И сегодня начнем изучение этой речки уже отсюда. Сейчас здесь облоем и потихонечку пойдем вниз дальше. И будем искать подобные места. Посмотрим, может, какие-то судачьи места найдем. Но упираться будем мы сегодня именно по жериху. Есть задача поймать жериха покрупней. Именно вот так вот джигово. Сейчас поставил тейлспиннер, экспериментирую на него. Доктор скан на джиг. Я уже джиг покидал, пока не получилось. Будем пробовать сейчас разные приманки. Может быть, на что-то и он и соблаговолит, и клюнет. Ветри на сегодня обещают. Вот уже с утра ветер начинается. Ну, что делать? Будем, значит, ловить ветер. Взял я сегодня с собой графит-лидер Аспро. До 50 грамм. Рыба? Да. Я имею в виду, ну, нормальная. Очень хорошо. А вот и жерих начинает просыпаться. Докскан молодец. Ввалил. Помощь нужна? Нет. Небольшой? Едет куда-то в сторону. Нормально, в рот жерих все правильно. Ну, отлично. Ну, как небольшой. Такой двундель, наверное, небольшой. Красавец. Еее. Фотофакт. Да. Смотри, валятся с него пиявки. Че, мы его куда? Отпустим. Ну, хороший, кстати. Слушай, они, по-моему, это рандомно как-то показывают. Вчера, мне кажется, они показали два. Так. На чем я остановился? Да, наверное, я уже все сказал. Аспро до 50 грамм от графит-лидера. И ловлю я сейчас 20-граммовым L-спиннером. Хотя вот, видно, что джиг сейчас сработал. У доктора Скана. Есть, у меня клюнул жерих. Но не жерих. А судачий сын. Вот такой вот небольшой судачок. Аккуратно. Вот такой вот судачок. Вот такой, наверное. А колокела. Глазовстый. Слушай, судаки нам нужны, давай-ка брать. Времени рыбалки у нас уже осталось немного, поэтому зачетных судаков будем брать. Кто там? Не сазан? Маклевка была прям конкретно. Маклевка конкретно, это отлично, давай. Как возьмешь? Наверное, не надо. Не-не, жерих. О! Не гигант, но нормальный. Это здорово. Это здорово. Ну смотри-ка, вот день немножко разгуливается, и норм. Есть. Красавец. Вот кто-то подсел без поклевины. Интересно, кто это. Надеюсь, не подбагренная рыба. Кто ты, рыба? Жерих. Нормально. Жерих, это нормально. Почему без поклевки, не очень понятно. А, там уж промахнулся. Вот такой вот жерешок. Такой, наверное, килограмма два. Красавец. Е-е-е. Ушел. Надо еще несколько забросов попробовать сделать. Попробуем с глубины. На свале кто-то куснул. Только свалился. По повадкам на жерих похож. Да, так и есть. Нормальный. Да. Есть. Давай, друг. Глиссировать. Хороший. Хороший мальчик. Красавец. Что, взвешиваем и выпускаем. О. Почти 2400. Так, все. Хвост висит, хвост висит. Да, 2350 грубо. Вполне достойный экземпляр. Давай. Ушел. Красавец. Полазили-полазили мы по маленьким речкам. И вернулись на большую. На наше старое место. Попробую сейчас половить судачка. Может быть, щучку удастся поймать. Посмотрим. Оп. Пока я объяснял, кто-то и клюнул. Под свалом уже клюнул. Стащил со свала. И вот есть. Мелко дело. Вот такой вот. И отпустим его обратно. Половим сейчас здесь, попереставляемся. Потом, может быть, вообще поедем на базу. Пообедаем, отдохнем. Тяжело как-то сегодня, очень ветрено. Полные глаза пыли. Там низкие были берега. Все в зале, все в пепле вот в этом. Вот. Все это летит с порывами в глаза. Подобрал уже вот тут внизу. Это покрупнее уже. По крайней мере, сопротивлялся так. Ну да, побольше немножко. Ну, такого уже можно и взять. Больше не было поклеен. Такое ощущение, что мы одну и ту же амплитуду отработали. Активного более-менее собрали. Давай, наверное, так же, да? Ну, ту же примерно глубину, по тому же алгоритму. Только меняем постановку. Поклевка не заставляет себя долго ждать. Судак небольшой. Ну, клюет активно. Такой же гастрономический. Благо мы знаем теперь, где его найти. Когда нужно его подловить. Остается только его подловить. Такой. Итак, заключительный день. Проснулся окунь. А у доктора Скана была неплохая поклевка и загиб поводка. И мы предполагаем, что это может быть щука. Так что мы сейчас продолжим ее ловить. А счастливого окуня... Спускаем домой. А? Красота. Маленький полосатый друг. Доктор Скан, кого-то всек. Поклевка-то была? С поклевкой. Ну, это прям сразу в потешке какой-то кирпич. Вот кажется, и вверх выносит конкретно. Выносит вверх? Ага. А, посмотрим, что там за кирпич. Да, багранул судака. Такого, я думаю, ты достанешь сам. Вот он там у тебя и долбит. Собираем? Собираем. Все, домой. Ну, вот кого-то я и подсек. Блин, по повадкам прям жерех. Он и есть. Дальше? Ну, такой, по трюху. Нужен подсак? Нужен подсак, да. Ну, конечно, можно и так, наверное, взять. Да. Отлично. Есть. Хе-хей, класс. Все не зря. Этот уже неплохой. Фото? 3,7. Так, где тут солнце-то? В общем, надеюсь, видно. Почти четверина. Что, отпускаем, я думаю, такого? Красавца. Поехала четверочка. Давай. Хе-хе, есть. Сейчас еще пару забросов сделаю. Оп. Есть. По-моему, помельче. Но тоже кто-то такой мордатый. Жаба. Мелка щука. Да, жерех. Вот это осетринка. Застел? Да. Да. Момоль. Хорошо, он леску мою перепрыгнул. Бляк. Ай, класс. А? Кадр шикарных расставков. Слушай, да. Значит, есть он здесь. Выгнали катер, а тут вот такая интересная ситуация. Он волнит, вибрация распадает, походу. Бедный холод. Так он тебя показывал. Слушай, значит, видимо, совсем недавно, потому что все работало. Веселуха. Да. Полная веселуха. Вот так и закончилась наша 10-дневная поездка с ребятами в Астрахань. Мы очень классно провели время. Погода была хорошая. Рыбку удалось найти. Изучили новые места. Спасибо вам за просмотр этого видео. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Обязательно комментируйте. До новых встреч. Увидимся на следующей рыбалке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok